Вы не довольны. Я нет, конечно. Накануне в Екатеринбурге во Дворце правосудия суд апелляционной инстанции изменил приговор Рижевского суда по нашумевшему делу 38-летней предпринимательницы Ирины Сохаревой, которая едва за решетку не угодила из-за доказанных в суде махинаций земельными наделами на улице Родникова и Бриже. За месяц до апелляции кормящая мать Ирина Сохарева вышла на свободу из арестантской камеры сезон номер 5, того, что на Елизавете, до вступления приговора в законную силу. Общественное мнение было тогда всецело на ее стороне. И за решетку женщина не вернется. Ну что, вы рады? Пока да. Что первое сделаете, когда попадете домой? Сразу к детям. А вы будете как-то бороться дальше, доказывать свою невиновность? Да, конечно. Ни Сохарева, ни ее адвокаты результатом апелляции категорически не удовлетворены. Они добивались не только отмены реального срока для матери, которую дома ожидали дети. Одного из которых старшего сына нужно лечить, а младшенький, совсем еще младенец, без мамы просто никуда. В связи с тяжелыми диагнозами ребенку требуется ежедневный особый уход. Это ежедневный прием лекарств по силе, ежедневная гимнатика, курс лечения массажа, свойно-целевые ванны. У трехлетнего сына тоже проблемы со здоровьем, и у него тоже назначено долговременно по схеме ежедневное лечение. И как муж может с этим справиться, а ему надо зарабатывать и содержать всю семью одному? Ирина Сухарева, конечно же, душой рвалась на волю к детям, но судный зал она рассчитывала покинуть не с трехлетним условным сроком, а с совершенно оправданной гражданкой. Сама судимость по четвертой части, да и вообще 159 статьи в принципе ставит под угрозу мою трудовую деятельность в будущем. Да, сейчас я сегодня предприниматель, живем в маленьком городе, и ситуация каждый день может измениться. По версии адвоката Сухаревой, его подзащитная вынуждена расхлебывать земельную кашу из-за ошибки, допущенной в БТИ. То есть получается, что из-за халатности сотрудников БТИ насужен человек. Насужен человек, причем, кстати, тяжкая. И в принципе, конечно, какое-то существенное влияние на ее дальнейшую жизнь это все окажет. Режевская история действительно довольно уникальна. По версии следствия, с чем суд первой инстанции категорически согласился, гражданка Сухарева в конце 2009 года участвовала в аукционе по продаже арендных прав на земельные участки под индивидуальное строительство с условием их дальнейшей приватизации на льготных условиях, если на земле появятся так называемые ОНСы. Объекты незавершенного строительства. Вполне уместная мера предосторожности, чтобы земельные наделы, приобретенные за сущие копейки, позже не оказались выставленными на продажу. По версии следствия, Сухарева заявилась на три участка на родниковой улочке, как говорится, для семьи и своих родственников. За все три земельных надела Режевская предпринимательница заплатила около 8,5 тысяч рублей. Притом, по версии следствия, один из них, за который Сухарева, уплатила 2 179 рублей. После оформления кадастрового паспорта она продала местной предпринимательнице за 750 тысяч. Второй с номером 26 при выкупной стоимости в 2 714 рублей 69 копеек мог уйти на сторону за 300 тысяч. На третьем Сухаревы строили и почти построили коттедж для семьи. Совокупный ущерб, нанесенный Режевскому бюджету, следствие оценило в 1 238 тысяч рублей. Таковы факты, по совокупности которых за мошенничество с землей. Женщину приговорили к трем годам реальной зоны и штрафу в 300 тысяч. Штраф остался неизменным и после апелляции. Но тюрьма больше не грозит кормящей матери Ирине Сухаревой, хотя она и недовольна итогами пересуда. Ну, конечно, мне страшно за детей переживать. Конечно, я просто человек взрослый и на физическом состоянии, на моральном, на психологическом состоянии, на моем детей, конечно, за все равно отрезать. Казалось бы, в этой громкой истории можно и жирную точку поставить, но за скобками в тени остались кое-какие любопытные обстоятельства и подробности, проливающие свет наизнанку земельной перевозизации на режевской манеры Аршин в целом и семейства Сухаревых в частности. Как выяснилось задолго до пересуда, в уральской прессе мелькал, скажем так, альтернативный взгляд на Сухаревых. Московский комсомолец в пространной статье «Кормящая мать или мошенница» поставил вопросительный знак не только в конце заголовка статьи, но и подверг сомнению само утверждение Дмитрия Сухарева о том, что суд якобы проигнорировал важные свидетельские показания, доказывающие невиновность его супруги и то, что они на той земле построили себе дом. Но из-за судов, дескать, их восьмимесячное дитя осталось без матери, а семья теперь вынуждена скитаться по съемным квартирам. Стоит заметить, что Дмитрий Сухарев смог достучаться и до Кремля, до президентского совета по правам человека и до уральских омбудсменов, отыскал он и нужные ключики к сердцам уральских СМИ, реакция которых во многом способствовала тому, что суд еще в конце апреля отпустил на волю Ирину Сухареву. МК «Урал» в своей публикации сообщает о том, что Сухарев кое-что недоговаривает, и в качестве подтверждения своих слов газета опубликовала фотографию недостроенного коттеджа, выставленного на продажу, утверждая, что это строение на Родниковой, 28, якобы выставляли на продажу за 3 миллиона. Но после того, как против Сухаревой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве земельными участками, предложение о продаже стало неактуальным. По сообщению МК «Урал», Сухаревы не бедствуют. Бывшая подсудимая индивидуальная предпринимательница. Ей принадлежит парикмахерская в Реже, и по сообщению новостей Режа, семья владеет кафе «Венеция». Но все это, как говорится, дела житейские. Куда любопытнее газетчикам показалось иное обстоятельство из биографии Дмитрия Сухарева. Мы не, боже мой, не хотели бы бросать тень на господина Сухарева. Более того, откровенно говоря, он импонирует нам своим мужским поступком. Муж всех поднял на ноги, чтобы вернуть жену в семью, к детям. Но эмоции к делу не подошьешь. А факты в изложении газеты «МК «Урал»» таковы. Как пишет издание в начале 2000-х Сухарев, отсидел срок в колонии в Новой Ляли за сбыт наркотиков. В 2010-м стал фигурантом уголовного дела о якобы вымогательстве 3 миллионов рублей со своего сокурсника по сельхозакадемии, с которым Дмитрий дружил и якобы не раз чьи гонил в семейной обстановке. Но однажды дело было в 2009-м. Узнал о том, что у его приятеля по академии возникли проблемы с аттестатом зрелости. Тот самый приятель Алексей стал кандидатом в депутаты областного парламента. А в полицию попал материал по факту предполагаемой подделки аттестата о среднем образовании, по которому молодой политик поступил в ВУЗ, а потом и другой закончил. Узнав об этом, Дмитрий, как пишет МК «Урал», через своего знакомца вымогал у приятеля Алексея 3 миллиона. В феврале 2010-го сторговались на 20 тысячах в качестве аванса за нераспространение ненужной информации. Алексей сообщил о шантажистах куда надо, и вымогатели задержали. Позже Сухарева, как пишет газета, судили за пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере, и он якобы получил 2 года и 9 месяцев условно. В 2015-м Дмитрий Сухарев по версии МК «Урал» проходил в качестве обвиняемого по делу о заведомо ложном доносе и якобы снова по 228-й, связанной с наркотиками. Газетчики предполагают, что это именно Сухарев, выпускник сельхозакадемии, пытался загрести земельный куш родственными руками. Кстати, в Реже это уже не первое уголовное дело о земельных махинациях. В 2016-м три года условно получил бывший депутат Режевской думы Павел Касьяненко. Ему инкриминировалась незаконная приватизация земельного надела 18 соток на той же улице Родниковой. Еще одной фигуранткой уголовного дела с Режевской землей, закончившейся условкой в три года по версии МК «Урал», стала теща еще одного местного депутата. О, однако!